Zarium Games представляет Если вы думаете, что сейчас речь пойдет об очередном клоне ГТА, то глубоко заблуждаетесь. Не так глубоко, конечно, как заблуждался Наполеон, нападая на Москву в лютый мороз, но все-таки. Saints Row of the Sur это не гангстерский боевик, рассказывающий о буднях бандита, ищущего лучшей жизни, а скорее дурдом имени Постол. Кинематографичный, грамотно срежиссированный и чертовски увлекательный дурдом, где происходящее невозможно объять человеческим разумом, но почему-то хочется наслаждаться им как можно дольше. Игра с первых секунд берет невероятно сумасшедший темп, который не сбавляет оборотов вплоть до финала. Нарядившись в нелепейший костюм, мы участвуем в ограблении банка, по пути дав автограф одной из его работниц, падаем с самолета, устраивая в свободном полете жаркую перестрелку, спасаем голого русского великана, которого похитили для создания армии клонов, катаемся с извращенцами в БДСМ костюмах, качаемся на гигантской люстре, путешествуем во вселенной фильма «Трон». Удивительно, но бредовый сценарий, лишенный всякого смысла, и который запросто могли бы написать какие-нибудь обкуренные подростки, подкупает. Качественным исполнением, харизматичными персонажами, талантливой подачей. Наблюдая за происходящим, наконец, тебе просто хочется увидеть, чем же еще сможет поразить больная фантазия авторов. Чисто технически «Сэнс Роу Дэссер» та же ГТА. Свободный город, много НПС, раздающих задания, поездки на автомобилях, перестрелки и, конечно же, магазины, где можно не только купить пушку и патроны, но и обновить гардероб. С той поправкой, что уровень безумства авторы возвели в абсолют везде, где только могли. Скажем, изменение внешности героя теперь, по сути, не имеет вообще никаких пределов. Мало того, что тату, салоны и магазины одежды позволяют превратить своего протеже хоть в Бэтмена, хоть в Графа Дракулу, хоть в просто реального пацана с улицы, так в нашем распоряжении находятся еще и клиники пластической хирургии. Менять позволено все — внешность, голос и даже то, что ниже пояса. Причем в игре имеется параметр «привлекательность». Он отвечает за размер, извините, мужского достоинства или женской груди. Да-да, их тоже можно увеличивать. Все эти редакторы внешности настолько разнообразны и безграничны, что даже не замечаешь, как засиживаешься за ними часами напролет. Зарабатываемые на выполнении заданий деньги, кстати, тратятся не только на визуальные плюшки. Зелень уходит на модификацию машин, вооружение, на развитие параметров героя, вроде здоровья или менеджмента своей банды. Карман наш, короче говоря, пустеет быстрее, чем пополняется. Но это и хорошо. Появляется дополнительная мотивация, чтобы отправиться к работодателю и получить очередное сумасшедшее задание. В том числе второстепенное. Обычно побочные подработки не блещут такой насыщенностью, присущей сюжетным миссиям, но весьма полезны для комфортного продвижения по игре. Дело в том, что каждый район города контролируется определенной бандой. И стоит нам появиться на вражеской территории, учинив малейший беспорядок, сбив пешехода или просто врезавшись в забор, как местные власти примутся на нас нападать. Есть лишь один способ справиться с безобразием. Вытеснить гадов и отобрать район. Чтобы это сделать, необходимо приобретать недвижимость, что само собой требует внушительных финансовых вложений. Вот и приходится заниматься всем, что прибыльно. Помогать своим приятелям, сопровождая их на сделки или собирая шлюх по городу. Соглашаться сфотографироваться с прохожими, бродить по всем закоулкам в поисках спрятанных денег или собирать секс-кукол. Что касается самих перестрелок, то они достаточно скучные. Нельзя прятаться за укрытиями, нельзя перекатываться. Но это по сути и не нужно. Наш герой невероятно живуч. Ловит свинец килограммами и не пользуется аптечками. Умереть в Saints Row Desert не всегда получается, даже если в тебя в упор выстреливает танк. Кровавая фиеста с бензопилой в руках и парой коктейлей Молотова. Ну что может быть приятнее? Сейнс Роу Desert неожиданно. Сейнс Роу Desert неожиданно. Сейнс Роу Desert неожиданно. Кровавая фиеста с бензопилой в руках и парой коктейлей Молотова. Сейнс Роу Desert неожиданно оказалась крайне интересной и необычной игрой. Авторы максимально отдалились от GTA и создали трешевый, но одетый в очень дорогую обертку боевик. По-хорошему аморальный, абсурдный и безумный, высмеивающий десятки различных игр и фильмов, от Gears of War, Mass Effect и Deus Ex, до самой GTA и фильмов Tron и команда A, Сейнс Роу Desert дарит нескончаемые потоки фана. Хорошее настроение гарантировано. Хорошее настроение Дэнс